Эмби, 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 Эмби Это не совсем обычные насекомые, это и не жуки, и не тараканы, это совершенно отдельный, во многом уникальный отряд насекомых, способных провести шелк передними лапами. Они очень слабо изучены, жители северных и средних районов нашей страны не знакомы с этими своеобразными насекомыми, но мало кто обращает внимание на Эмби и в тех местностях, где они обычны, в силу их скрытного образа жизни. Я постараюсь приоткрыть вам дверцу в мир этих удивительных насекомых. Чем применчательны Эмби? Эмби – небольшой отряд насекомых, обитающих в основном в тропиках и сутропиках. Группа, вероятно, впервые появилась во времена юрского периода и хорошо представлена в меловом янтаре. Отряд распространяется по всему миру и встречается на всех континентах, кроме Антарктиды. Самая высокая плотность и разнообразие видов приходится на тропический регион. На территории бывшего СССР встречается лишь один вид этих насекомых – гипплоэмби сольер, эмбиореликтовая. Вид обитает в Крыму и на Западном Кавказе, где представлен только самками, размножающимися портеногенетически. Все эмби имеют удивительно схожую форму тела, хотя они различаются по цвету и размеру. Большинство из них имеют коричневый или черный цвет, вплоть до розовых или красноватых оттенков некоторых видов и имеют размеры от полутора до двух сантиметров. Здесь у нас как раз такая большая самка. Слева самец, а снизу личинки. Голова крупная, с небольшими фасеточными глазами. Простых глазков нет. Усики сравнительно короткие, нитевидные. Ротовые органы грызущего типа. Все самки – нимфы без крылых. Здесь у нас предымага самца, видно зачатки крыльев на спинке. Это так как взрослые самцы несут пару крыльев, но могут быть и без крылых, в зависимости от вида. Тело удлиненное, цилиндрическое, довольно мягкое. Приспособлено для трубчатых галерей, внутри которых живут насекомые. Первый сегмент груди небольшой и узкий, а второй и третий более крупный и широкий. Особенно у самцов, где они вмещают в себя крыловые мышцы. Крылья, если они есть, представлены двумя парами, сходными по размеру и форме. Длинные и узкие, с относительно простым желкованием. Название отряда Эмбии происходит от греческого «эмбиос» – живой и «патарон» – крыло. Поразительно, но это единственные животные на планете Земля, у которых крылья надувные. Живут эти насекомые в узких галереях, поэтому часто вынуждены ползти брюхом вперед. Насекомые с нормальными крыльями, конечно, застряли бы, но не Эмбии. Эти крылья – настоящее чудо техники. Они работают с использованием принципов гидравлики. Покой крылья мягкие. А если нужно куда-то полететь, камеры внутри крыльев заполняются гемолимфой, что делает их достаточно жесткими для полета. Крылья твердеют – насекомые готовы к полету. При посадке эти камеры опустошаются и крылья становятся гибкими, кидываясь назад на тело. Крылья также могут складываться вперед по телу, и это наряду с гибкостью позволяет легко перемещаться по узким шелковым галереям, не приводя к повреждениям. Сейчас попробую показать, как легко крылья сгибаются на спину, при необходимости. Ноги короткие и крепкие, заканчиваются трехчленниковыми лапками. Самый специфический признак Эмби – пузыревидный вздутый первый членик передней лапки, в котором находятся особые многокамерные железы, которые вырабатывают шелк. Так что, по сути, Эмби строят свои галереи ручками. Причем, если сами насекомые не сильно крупные и довольно незаметные, то гнезда выглядят очень симпатично. Их шелковые железы относятся к железам наружной секреции и являются производными кутикулы. Вот так забавно Эмби строят тоннели. Правда, мило. Брюшка у Эмби удлиненная, десятичленниковая, и на заднем конце его находится пара двухчленниковых церок. Эти церки очень чувствительны и позволяют животному перемещаться во время движения назад через тоннели и галереи, которые слишком узкие, чтобы насекомое могло развернуться. Поскольку морфология настолько сходна между видами, она очень затрудняет идентификацию. По этой причине основной способ идентификации был по половым структурам самцов, хотя этот метод сейчас рассматривается некоторыми энтомологами и токсономистами как недостаточно точным. Нимфы и взрослые самки – фитофаги, то есть питаются растительной пищей, в том числе листовой подстилкой, мхом, корой, лишайниками. Но есть сведения, что они могут хищничать и нападать на мелкие членистоноги, наподобие колемб. Взрослые самцы вообще не питаются. Это означает, что большинство быстро умирает из-за истощения энергетических ресурсов. Тем не менее, у них есть ротовой аппарат, который они используют в брачных ухаживаниях. Вот самец пытается привидарить за самкой, но о брачном ухаживании чуть позже. После линьки испаривания самка кладет одну партию яиц, либо в существующую галерею, либо находит новое укромное местечко, чтобы дать начало новой колонии. Здесь из яиц вылупляются нимфы, которые напоминают маленьких бескрылых взрослых. После короткого периода, раздительской заботы, нимфы растут и линяют. В общей сложности 4 раза, до достижения имагинальной стадии. Вот, вверху видно, как быстро они перемещаются задом наперед. Взрослые самцы покидают свою колонию почти сразу, чтобы найти полового партнера. Самцы бескрылых видов часто распариваются с самками в соседних колониях. То есть получается, что их партнеры часто оказываются родственниками. У некоторых видов самка съедает самца после спаривания. Ведь в любом случае самец после этого долго не проживет. А так он передаст ресурсы своего тела будущему поколению. Известно, что несколько видов являются партнерогенетиками. Иными словами, самка откладывает неоплодотворенные яйца, из которых появляются другие самки. Эмбиореликтовый размножается как раз таким способом. Еще эмби замечательны тем, что обладают способностью к регенерации частичной или полностью утраченных конечностей. Эмби производит шелковую нить, очень похожую на ту, что производит гораздо более известный тутовый шелкопрен. А вернее его гусеницы. Шелк выделяют как взрослые эмби, так и их личинки. Причем сеть высланных шелком ходов служит домом, а вернее целым поселением для этих насекомых, ведущих полуколониальный образ жизни. В отличие от других насекомых, использующих шелк, шуи крылые, перепончатые крылые и другие, и имеющих только одну пару шелковых желез на особь. Некоторые виды эмби имеют до 300 шелковых желез, то есть 150 в каждой руке. Многочисленные предельные железы образованы секретирующим тинцитием, центральным резервуаром и выводным протоком. Плазма клеток желез превращается непосредственно в секрет. Клетки могут периодически разрушаться при линьке и восстанавливаться за счет гиподермы. Чрезвычайно высокое количество желез позволяет этим насекомым очень быстро вырабатывать большое количество шелков, которые используются для постройки коридоров и галерей в сыпучем грунте, песке или иных субстратах. Шелковое полотно изготавливается как только что рожденными личинками, так и взрослыми насекомыми, и требует очень мало энергии. Снова самец пытается привыдать за самкой. Галереи, произведенные эмбиами, это туннели и камеры, сплетенные из шелка. Эти тканные конструкции можно найти на субстратах, таких как скалы и кора деревьев. На этом кадре из фильма как раз представлено такое полотно эмби на дереве, при котором поселилось колонии. Или в листовой подстилке. Некоторые виды маскируют свои галереи, инкрустировав во внешние слои кусочки листовой подстилки или другие материалы, чтобы галереи соответствовали своему окружению. Можно поэкспериментировать с вариантами постройки галереи, раскладывая кусочки пищи различным образом. Галереи необходимы для жизненного цикла эмби. Они помогают сохранять влагу, а также обеспечивать защиту от хищников во время кормления и размножения. Эмби покидают свои галереи только когда вылетают крылатые самцы, или бескрылые самцы выходят на поиски партнера. Или же когда самка исследует окрестности в поисках нового источника пищи. Как вы уже поняли, для того, чтобы показать вам этих милых насекомых, пришлось ненадолго отсадить их из общей колонии. При обнаружении потенциального хищника или угрозы, насекомое быстро скрывается в своей галереи. Некоторые виды даже прикидываются мертвыми, пока угроза не минует. Это явление получило название каталепсия. Наверняка вы сталкивались с этим явлением, когда тыкли пальцем в какого-нибудь жука, а он свалился замертво куда-то в траву. Порой такая ложная смерть спасает им жизнь. Поразительная способность Эмби бегать с одинаковой скоростью вперед и назад. Их ногости слиняются так, что движение их в обоих направлениях осуществляется одинаково легко. Церки их при беге задом наперед служат усиками. Насекомые ощупывают ими путь, делая ловкие повороты, если встречается препятствие перед задним концом тела. При таком необыкновенном способе движения. Подобные адаптации развились независимо и в других группах насекомых, перемещающихся в узких коридорах, например, у медведок. В сухое и жаркое время года Эмби уходят на довольно большую глубину, переходя в эти периоды от полуобщественного образа жизни к одиночеству. Если вы решите содержать небольшую колонию этих милых созданий, вам подойдет контейнер с приблизительными параметрами 20 на 20 на 20 сантиметров. Контейнер на треть или наполовину наполняем землей или кокосовым субстратом, который можно подселить на гохвосток или мелких макриц. Важно, контейнер должен очень плотно закрываться. Эти насекомые в поисках пищи или во время вылета самцов могут протискиваться в совсем небольшие щели. При этом в контейнере должна быть вентиляция, чтобы насекомые не задохнулись. Для этого подойдет очень мелкая металлическая сетка. Либо можно выбрать вариант побюджетнее и наделать в мелких отверстий тонкой иголкой. В природе в галереях Эмби могут поселяться клопы из подсемейства Эмбофеллины, где они питаются яйцами, слабыми и мертвыми особями Эмби. В домашней колонии функцию санитаров и чистильщиков будут выполнять макрицы. В пищи новые домашние питомцы не сильно привередливы. Можно кормить их листовым падом, собранным в лиственном лесу, дубовым, березом, липовым. Можно кормить их тонко нарезанными яблоками, огурцами или морковью. Довать листья салата или очень тонкие ломтики хлеба. Тонкая нарезка очень важна, чтобы Эмби успели съесть вкусность и она не испортилась из-за плесени. Для своих Эмби я корм комбинирую. Когда-то листья дуба, когда-то сушеные яблоки, а когда-то и шкурки от банана. Если ваша колония небольшая, то не стоит кидать всю шкурку целиком. Можно отрезать от нее несколько пластинок 3х4 см и положить в колонию. На следующее утро насекомые оплетут кусочки и будут постепенно выгрызать вкусняшку. Листовой опад нужно собирать сухим и хранить в пакетах. Он не должен быть влажным, иначе листья покроются плесенью или гниют. А влажность грунта в контейнере не должна быть слишком высокой, иначе снова разовьется плесень, а с ней Эмби очень не дружат и погибают. Но и пересушивать субстрат не стоит, могут погибнуть мокрицы. Тогда в колонии некому будет наводить порядок. Для поддержания оптимальной влажности в один из углов контейнера периодически можно наливать немного воды. Эмби постоянно расширяет свои галереи в поисках новых источников пищи и по мере роста колонии. Насекомые придут в шелк, двигая передними лапками назад и вперед субстрата и вращаясь всем телом, чтобы создать цилиндрические тоннели. Старые галереи имеют несколько шелковых слоев. Тоннели образуют сложную лабиринтную структуру, ведущую от безопасного укрытия к пищевому субстрату. Насекомые ведут скрытый образ жизни, обитая под камнями и в почве. На поверхности они появляются редко, в основном ночью, но иногда их можно наблюдать и днем. Размер и сложность колоний варьируют между видами, но они могут быть очень обширными у видов, живущих в жарком и влажном климате. Здесь представлены некоторые варианты. Вот этот особенно симпатичный. Здесь колония заняла свежие растения. Эти тоннели на деревьях, на мой взгляд, напоминают вены на руках. Оригинальный и брачный ритуал Эмби, во время которого самец с жевалами должен схватить самку за затылок и удерживать. На первый взгляд смотрится пугающе. Может показаться, что Эмби едят друг друга. Только потом становится понятно, что это ухаживание. Подобные явления встречаются и у других насекомых, например, у некоторых жужевиц. В мировой фауне на момент выхода этого видео насчитывается более 350 видов. С базовой информацией ознакомились. Теперь можно расслабиться, сходить на кухню за вкусняшкой и понаблюдать за Эмбиями в их естественной среде – тоннелях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова